Продолжение следует... Здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 декабря 2017 года среда, по одному из старинных 17 день месяца белого сияния покоя мира, 7500 до 6 лета шестица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Детектор истины и лжи или почему нужны белоадекватные учебники». Вот такая вот интересная тема автор-сказительница Наталья Владимировна Маслова. Здравия, Наталья Владимировна! Рада всех приветствовать, рада новой встрече. Итак, сегодня мы будем касаться, в общем-то, интересной темы, вот по каким критериям, которые я вижу. А вы меня поправьте уж, если там что-то не тоночно говорить. С одной стороны, учебники, которые привычны многим людям, казалось бы, ну вот открыл, почитал, написал что-то там, сделал задание, и ты счастливый на всю жизнь ученый человек. А с другой стороны, здесь являет еще новое слово, явились биоадекватные учебники. Уже не совсем простые, прямо как в сказке. Так еще, помимо всего, мы еще при помощи них, при помощи этих учебников биоадекватных, будем определять, где истина, где ложь. Это вообще уже такая тема с тремя неизвестными. Поэтому я предлагаю каким-то образом, может быть, внести пояснение, почему биоадекватные учебники и почему истина и ложь, они вот как-то при помощи их будут определяться. Или это, если заложено уже в доклад, то тогда, наверное, не надо будет делать такую вставку, предварительную, расклад, а сразу же начинать делать доклад. Просто я не в курсе, как вы собираетесь вести эфир, поэтому от вас буду оттолкиваться, под вас буду подстраиваться. Заложила в рассказ вопросы острые, потому что надо понять. И я напомню, что в прошлый эфир мы с вами рассматривали некоторые вопросы, которые сейчас на экране, я надеюсь, вы видите. Мы с вами размышляли, что такое биологически адекватный, биоадекватный природе человека учебник. Да, все видно. И мы также рассматривали некоторые позиции несоответствия, то есть неадекватности восприятия человека тех страниц, тех учебников и картинок, которые предлагаются в традиционных учебниках, к которым мы привыкли. Мы также рассматривали некоторые принципиальные отличия такого учебника. Я напоминаю для тех, кто подзабыл или присоединился только, что биологически адекватные природе человека, вот чтобы сократить вот это длинное название, мы говорим кратко, сокращенно, биоадекватные учебники. Но вот сегодня я буду рассматривать эту биоадекватность, может быть, даже более подробно, потому что в ней заложен вот этот самый детектор. В ответе на этот вопрос заложен как раз и ответ относительно вот этой адекватности. И, конечно, мы рассматривали вопрос, а, собственно говоря, поступил от слушателей вопрос, я его выделила жирным красным цветом здесь, за счет чего же эти самые биоадекватные учебники дают эффект сбережения здоровья по-настоящему, не декларативно. За счет чего, это уже второй вопрос, возникает эффект коррекции психики, и за счет чего повышается мотивация ученика, и он начинает лучше успевать в учебе, получать лучшие отметки, и просто стремиться к учебе. Вот мы с вами сегодня и будем рассматривать этот вопрос. Почему? От чего? Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня слушатели получили огромный объем информации, может быть, он будет слишком детальный, но возьмите, пожалуйста, ручку и карандаш, ручку и, может быть, фломастер, чтобы кое-что записывать. И я думаю, вы зададите вопросы, потому что на самом деле тема достаточно сложная. Почему она сложная? Здесь собраны знания из области генетики, нейрофизиологии, физиологии, медицины, психологии, физики, волновой физики, квантовой физики и так далее. Не буду вас пугать, потому что в течение последних 25 лет мы старались так интегрировать эти знания в биадекватных учебниках, чтобы это было легко, играючи, ну, как будто бы в такой детской игре. Итак, основным принципом, я просто напоминаю предыдущий материал, предыдущие наши встречи. Основным принципом такого учебника является следование нормам, образом, законам природы. Например, мы видим ромашку, но при этом мы можем использовать образ ромашки для того, чтобы лучше объяснить, какие есть части, скажем так, в едином понятии, в данном случае русский язык, что такое лексическое значение, какие группы лексики присутствуют в русском языке. Вот такой образ помогает увидеть, с одной стороны, весь материал, как с высоты птичьего полёта. Мы как будто бы получаем план местности для изучения. А во-вторых, образ, он ведь нам знаком с детства, и мы понимаем, что, ну, если это на таком чудесно простом образе, значит, это что-то я уже пойму, даже если это очень-очень трудный материал, будь то физика, математика и так далее. Итак, это основной принцип – следовать природным образом, структуре, гармонии цвета, гармонии формы. Кроме того, мы с вами на прошлом занятии посмотрели, что существует пять уровней мотивации к учёбе, и как это ни странно, они возникают как будто бы сами собой, как будто бы ниоткуда, когда мы начинаем работать с природными образами нашей родной земли, природы, культуры. Ну, бывают ещё, естественно, культурные, исторические образы. И в этом случае наш мозг начинает работать буквально сияя, то есть гармонично, включая и правое, и левое полушария, и мотивируется то, что мы называем целостное мышление. То есть важный тезис – биадекватные учебники включают в работу не левое полушарие, как традиционное, а целостное мышление, головной мозг, и левое, и правое полушария на основе всех функций восприятия информации. Хочется даже почему-то сказать слово «забора», забирание информации из внешнего мира через глаза, уши, кожу, наши обонятельные, осязательные и другие каналы. Он наполняет наш мозг информацией, энергией, и мы правильно, вот это слово очень хорошее здесь, оно так уместно, «правильно», то есть по правилам, которые заложены природой, то есть биологически адекватно, мозг начинает обрабатывать информацию. И в этом случае, обобщая нашу предыдущую тему, мы с вами говорили, что срабатывает закон чистоты творческого идеала, то есть закон творчества, но он не только закон творчества, я что-то создам. Тут же возникает и вопрос, и ответ на этот вопрос. А для чего я это создам? Для себя, для общества? Вот смотрите, устойчивость, а нам очень нужна устойчивость, об этом мы сегодня говорим, и скорость эволюционного развития личности и всего общества определяется чистотой. Чистотой их творческого идеала, что конгроентно всеобщим законам мира. Говоря о том, что биоадекватные учебники полностью соответствуют и построены на законе чистоты творческого идеала, мы говорим не только о том, что мы мотивируем детей к творчеству. Это было бы недостаточно. Мы говорим о том, что в этом случае биоадекватный учебник создает устойчивость психики и здоровья нашего ребенка. Он помогает в нужной скорости двигаться к развитию. Он способствует развитию ребенка, отдельной личности и всего общества таким образом, как следствие. И чем чище будут идеалы наших детей и учителей, тем чище и правильнее будет идеал общества. Потому что, вот здесь вот посмотрите, вот это слово конгруентно, то есть это соответствует законам мира. И почему это происходит, мы сейчас будем с вами разбираться. Итак, я закончила краткий обзор предыдущей нашей темы, а сейчас наша основная тема. Генетический детектор истины. Ну, привычно сказать истинные лжи. Или просто детектор лжи. Давайте выберем позитивный вариант. Все-таки то, о чем я буду говорить далее, создано природой для того, чтобы нашу истину чувствовать, отличать от иного. И поэтому нам нужен прежде всего не детектор лжи, а детектор истины. Тонкое очень понятие. Ну, будем разбираться. Здесь будет четыре больших вопроса. И поэтому я прошу вас записывать то, что вам будет непонятно. Это очень-очень важно. Так уж хочется сегодня вам, накануне Нового года, вот подарить эту информацию о наших генетических возможностях. Хочется окрылить вас, окрылить наших деток, родителей, учителей. В нас так много возможностей. И вот сегодняшняя моя тема, мне кажется, поможет понять, поверить в себя и, по сути дела, дальше двигаться, правильнее, ближе к законам нашей матушки природы. Итак, начнем с закона управления системой человека. И вот, оказывается, этой системой человек управляет энергоинформацией. То есть и информация, и энергия, совокупная энергоинформация посредством приема и передачи этой самой информации. Для того, чтобы нам это глубоко, полнокровно понять, я предлагаю рассмотреть первый вопрос. Я напоминаю, таких больших цифр в нашем показе будет четыре. Итак, волновые процессы в жизни и образовании. Конечно, не только море, река, озеро, не только ветер, но нас будут интересовать почти невидимые волновые процессы. Сейчас я переведу кадр. Вот наше тело. Можно назвать наше тело биологической антенной. Действительно, рассказывая о приеме информации и о передаче информации, мы с вами понимаем, что мы воспринимаем глазами, ушами, нашей кожей и так далее всякого рода информацию. Ну, например, дождь, снег, солнечное тепло, морозный холод и так далее. А также слова, музыку, рукопожатие, объятие, иногда удары и так далее. Вот понимаете, все, что мы воспринимаем, наше тело, происходит либо в звуковом и оптическом диапазоне восприятия волн. Обязательно мы должны понимать, что существуют определенные биологические ритмы и сна, и отдыха, и дыхания, и сердечные ритмы. Несколько позже об этом. И мы должны принять одно достаточно новое понятие. Вибрационная работа мышц. Об этом позже. Мы должны понимать, что у нашего тела, физического тела, есть свои законы работы. Кроме того, я просто перечислительно даю, мы должны понимать, что принять информацию мы сможем только, соблюдая закон синхронизации. И, наконец, мы должны понять, что в ряде случаев спасительными, вообще говоря, абсолютно необходимой является релаксация для каждого человека. Отдых, развлечения, прогулки на природе, занятия спортом и так далее. И вот мы завершим наш рассказ вот этим понятием. Потенциально естественная безопасность. То есть та безопасность, которая нам дана от природы, и она не ограничена во времени и пространстве. Она потенциально нам дана природой на всю нашу жизнь, как естественная безопасность. Друзья, каждый звук и цвет – это звуковые волны. Вот они так ярко изображены здесь на нашем слайде. А вот ритм и частота, частотность создают волновую ритмодинамику нашей речи. Вот я ускорила свою речь, а вот я её делаю более медленной. Также и восприятие может менять свой ритм и динамику. Также и процесс познания может менять и ритм, и динамику. И наше взаимопонимание с вами может менять свой ритм и динамику. Да вообще везде в жизни человека от восприятия звука, как изображено здесь, вот ухо наше воспринимает. Происходит практически всё именно в диапазоне. Мы с вами сказали, что тело – это биологическая антенна. Вот посмотрите, человек внутри буква «Т» светлая, она похожа на антенку. «Т» – это обозначение всех законов нашего тела, услугные, конечно. Представим, что наше идеальное тело работает по всем законам. Буквка «Т» – законы для тела, то есть законы здоровья. Буквка «М» в области головы обозначает, что все законы работы нашего мозга мы тоже знаем и мы их соблюдаем. И, наконец, в окружности вписано слово «информация» и существуют законы информации, которые мы знаем или не знаем, но именно с ними мы и работаем. И вот если мы говорим о учебниках традиционных, то от педагогов, от родителей мы часто слышим «Информация, информация, информация дается, но нет учёта законов работы тела». Ребёнок перегружен, ему тяжело или неинтересно. Нет учёта законов работы мозга, потому что о них просто наше общество практически не знает. Но данная картинка, она сделана для того, чтобы показать сочленение, взаимодействие законов работы тела, мозга и информации происходит в биоадекватных учебниках, да и вообще в ноосферном образовании. Собственно говоря, любое нормальное образование, оно должно базироваться на этих законах, которые надо знать, пришло время. И поэтому впервые при создании биоадекватных учебников, то есть в системе ноосферного образования, мы впервые рассматриваем человека как живую, открытую, биологическую систему, которая работает на приём и передачу слабых волновых сигналов. Вспомните, пожалуйста, как вы наиболее ощутимо передаёте свои чувства заботы и любви вашему ребёнку. Вы, наверное, не кричите об этом, вы можете ему тихо и нежно сказать о своей любви, заботе, нежности. Вот речь идёт о том, что слабые волновые сигналы в нашей человеческой жизни, они наиболее слышны нашей биоантенне, нашему человеку, который схематически отображён именно здесь. Но, впрочем, немного дальше мы к этому вернёмся. Ну, как же происходит воздействие на нашу биоантенну? Вот, посмотрите, волна отображена здесь, вот как будто бы фотография живой волны в жидкой среде. А схематически отображены некие точки в центре, вокруг которых порождается волновая картина. В физике эта точка, порождающая волновую картину, точнее, возбуждающая волновую динамику окружающей среды, будь то вода, кровь, скажем, наш мозг, ведь это на 80% вода, желеобразная среда, наши клеточки, там где до 75%, то и 80% воды. Вот понимаете, это всегда осцилляторы, то есть какое-либо воздействие. Например, мой голос сейчас является осциллятором, который возбуждает некие волновые процессы, мы говорим, волновую динамику в системе мозг. А ваши глаза, рассматривая вот эти слайды, они получают сигналы и тоже возбуждают, то есть порождают вот такие же волновые картины в центре восприятия зрительных образов в системе нашего мозга. Вот это слово «осциллятор», оно очень важное, потому что что бы мы ни делали, включили радио, позвали ребёнка, ведём лекцию, поём песню, делаем упражнения, везде присутствует осцилляция, то есть порождение сигналов, какое это имеет отношение к биадекватным учебникам? Да, самое прямое и базовое. Каждое слово, каждый образ, каждый цвет, который используется в учебнике, порождает волновую картину в системе мозг ребёнка. И если это картины будут серые и чёрные, то эта картина будет отражаться только в левой части мозга, потому что левое полушарие отвечает за эту работу. Но если мы будем давать цветные образы, то мы этим самым подключаем в работу правое полушарие головного мозга. Поэтому осцилляторы по своему качеству бывают разные, и они по-разному воздействуют на наш мозг. И вот традиционные учебники страдают бедой такой, что они воздействуют только практически на левое полушарие головного мозга, которое отвечает только за чёрно-белую картину. И там ещё ряд функций, о которых мы будем ещё с вами говорить. Понятие осциллятор очень важное. Так, переводим нашу картинку. Когда два осциллятора взаимодействуют, вот, например, звук «М» и «А», «Ма», возникает между ними особая конфигурация волн, и именно вот такая конфигурация является первичным рисунком в системе мозга. Вот ниже паучок такой показан взаимодействие осцилляторов. Что я хочу здесь сказать? Применительно к биоадекватным учебникам. Картина не должна быть какой-нибудь или абы какой. Она должна быть только красивой. Потому что, подавая в мозг красивые картины, мы формируем правильную работу мозга, мы формируем правильную нравственную картину, которая работает затем в будущем на всё это, всё, собственно говоря, развитие, воспитание человека и так далее. Так, вот у меня возникла некая картина. Надо нажать и выбрать время, или эскейп попробовать нажать. Хорошо, да, вот я это сделала. Таким образом, получая информацию, мы всегда работаем с суммой, малой или большой суммой осцилляторов. И у нас возникает та или иная интерференция вон. Но, упаси Бог, подумать о том, что, так сказать, мы не умеем регулировать количество поступающих осцилляторов. Вот в этом случае возникает хаос. То есть, говоря о потенциальной безопасности нашего ребёнка, мы, в конце я дам эти советы, мы будем учить наших деток правильно работать с информацией. В 1883 году Гельмгольц описал вот эти волновые процессы в нашем теле. О чём я сейчас вам рассказываю. И оказывается, эти процессы он наблюдал и описывал и в клетках, и в костях, и в жидкостях, и в мягких тканях нашего организма. Вот такая условная картинка, может быть, не очень красивая, но, тем не менее, понятно, что везде, какой бы участок тела мы ни взяли, ни рассмотрели, все наши клеточки и органы будут работать и воспринимать информацию. Вот дотроньтесь сейчас до своей руки, до своей щеки. Вот ваш палец порождает ту точку при соприкосновении, например, со щекой, с олбом, с рукой, который является осциллятором. И информация передаётся в мягких тканях и жидкостях данного участка нашего тела. Эта идея была подхвачена белорусским учёным Оринчином. И в 60-е годы он дал миру замечательную теорию вибрационной работы мышц. То есть представьте себе, что только в 60-е годы была впервые сформулирована идея о том, что на основе вибраций работают клетки, кости, мышцы и так далее. Вот они, мышцы. Да всё очень просто. Вот лук у нас, посмотрите. Две точки закрепления, а дальше струна эта, тетива, движется и вибрирует. Посмотрите на мышцы. Они тоже закрепляются в двух точках. И любое движение, нажатие, удар, оттягивание той или иной мышцы, они приводят к некоторой вибрации. Естественно, мышцы бывают и крупные, и мелкие. Давайте вот сейчас просто закройте глаза, вспомните какой-либо ваш танец, который почему-то вы хотели продолжать и продолжать, и двигались ваши мышцы. Это позитивный пример, когда, например, вам хочется продолжать этот танец. Но вы можете также вспомнить негативную реакцию, когда ребёнок приходит в дискотеки, и он весь как будто бы находится в вибрации. Он не может остановиться, не может заснуть. Он двигается непрерывно. У него продолжается вибрация его тела, его мышц, его органов. Если это была такая дискотека с громкой музыкой, и ребёнку было, порой и в сутки требуется, чтобы мышцы пришли к нормальной работе. Особый орган сердца. Ведь понимаете, какая вещь? Это же вибрация. Это целая система сердечно-сосудистая. К тому же посредством такой интенсивной напряжённой работы сердце стало тем органом, который раньше мозга на 4 или 6 секунд воспринимает всякую информацию. Вот представьте себе, что учебник, а я же всё об учебниках рассказываю, учебник не затрагивает ребёнка. Он не коснулся сердца ребёнка и обрабатывается только, скажем, по принуждению головным мозгом. Беладекватный учебник построен таким образом, чтобы заинтересовать и затронуть через личные воспоминания сердце нашего ребёнка. И поэтому мы используем прекрасные, только красивые, только в пропорциях золотого сечения образы природы, природа растения, разного рода цветы, птицы и так далее. Там же всё построено в золотых пропорциях. И именно поэтому позитивное влияние на сердце ребёнка, надо запустить все органы чувств, и дыхание, и обзор того или иного материала, и прикосновения, и даже запахи, если это возможно, и если это возможно, вкусовые рецепторы. Для ребёнка это очень важно. И тогда информация, пусть самая трудная из области математики, физики, иностранных языков, какие угодно, она на фоне вот этой природной картины, она проникает. И вовлекает в сердце желание, личное желание изучать тот или иной материал. И тогда уже разум, как вторичная структура, мозг начинает, мозг я имела в виду, начинает обрабатывать эту информацию. Вот, друзья мои, волновые процессы в теле, конечно, весьма грубо показаны, но тем не менее становится понятным, как взаимодействует мозг и тело. Посмотрите, как бежит волна, и она соприкасывается с волновыми процессами в системе мозга. Я хочу подчеркнуть ту идею, что тело и мозг должны работать во взаимодействии. Так предусмотрено природой. Потому что все каналы восприятия информации, самый крупный орган, воспринимающий информацию, это кожа, затем все другие органы, глаза и уши, язык, нос и так далее. На самом деле не 5 и не 6 органов восприятия у человека, как говорят ученые, сейчас до 27 каналов восприятия, но не все они имеют название. Вот, например, что это за сигнал голода поступает к нам, что это за канал восприятия. Ну что ж. Итак, тело вибрирует и способно вступать во взаимодействие с другими волновыми процессами. Например, я сейчас говорю, рассказываю, доношу вам некую информацию, которой владею. И при этом я хочу войти во взаимодействие с вашей волновой системой. Ваши уши и ваши глаза, возможно, воспринимают эту информацию. Таким образом я ее передаю. Но кроме того, мы способны входить в резонанс, то есть взаимодействие с волновыми процессами природы, космоса, устной информации, образной информации и так далее. Конечно, если заглянуть вглубь любого органа, мы там обнаружим клетку. И вот клетка в нашем теле, та или иная клетка, работает на разных режимах. У каждой клетки, например, печени, сердца или пятки, пальчика, совершенно разные вибрации. И, конечно, та или иная клетка обладает той или иной энергией. Вот давайте прочтем с вами закон взаимодействия энергии познания. Потому что каждая клетка должна участвовать в познании. Кому-то сейчас это покажется парадоксальным. Но вот смотрите, я сейчас вам предложу представить такую ситуацию. Думаю, что многие были в этой ситуации. Закройте глаза и вспомните свои школьные годы. Может быть, институтские. Вспомните ту ситуацию, когда вы что-то не выучили, предположим, или были не готовы к экзамену, к уроку. Вот вспомните, что происходило в вашем теле. Я думаю, что вы уже это вспомнили. На самом деле научно доказано, что происходит сжатие клеток в случае опасности, страха, боязни, огорчения и так далее. То есть меняется качество энергии и в процессе познания. Качество, читаем закон энергии познания, определяется, определяется качеством, преобладающей в системе генетической энергии. Это может быть энергия, творящая, созидающая, то есть положительная, положительная или отрицательная. Она называется стимулирующая. И вот эти обе энергии находятся в асимметрично равновесном состоянии. Вот какая из них побеждает? Это как качели. Речь идет о том, что применительно к нашим учебникам мы в биоадекватных учебниках создаем ситуацию раскрытия, комфорта при восприятии тех или иных образов, картин, для того, чтобы вот этот стресс перед новым материалом снять, клеточки расправились, и вся поверхность клеток, все тело клетки, а далее и органов, как вы понимаете, свободно в правильном режиме, в правильном режиме своего функционирования воспринимало информацию. И главное, в радости, чтобы не было стресса, чтобы не было волнения на уровне даже мельчайшей клеточки. Вот видите, такая картинка, сразу отсылаю вас к пониманию синхронного плавания, сейчас это популярно. Вот нам важно понять слово синхронность, синхронизация. То есть это в углу, в нижнем надпись есть, посмотрите, синхронизация элементов во времени, в действиях и в пространстве. Ну, наглядно это нам показывает плавание синхронное. А что мы имеем в виду? Синхронно ли работают наши детки, или, скажем, даже органы и клеточки в организме наших деток, если они боятся на уроке, если они не поняли материал в нашем учебнике, конечно, они работают несинхронно. Для того, чтобы этот процесс исправить, и для того, чтобы мы понимали, зачем необходимо создавать комфортную обстановку в работе с учебником или на уроке, во взаимодействии с ребенком, мы прибегаем к понятию синхронизации. Потому что еще в 1938 году Эдмунд Якобсен изучил и ввел понятия и даже организовал практику, которая доказывала, что это очень продуктивное состояние. Я имею в виду релаксационную терапию. Вот до него, представьте себе, понятие релаксация находилось только на бытовом таком уровне, а в медицинскую практику это было введено только в 1938 году. Что синхронизируем? Да волновые процессы синхронизируем в мышцах. Сердце, динамику биения сердца со всеми другими клеточками в нашем организме, в костях, кости тоже вибрируют. Для многих это будет удивительно, но тем не менее. В жидкостях нашего тела. Вот всегда хочется, вот даже на примере этой картинки, вот представьте, что одна из синхронисток выбилась и не попадает в ритм. Всё, картинка испорчена. А им надо затрачивать усилия и нервные, и энергетические усилия, чтобы привести это всё в норму. Вот такая же работа требуется от ребёнка, который посмотрел дурную картинку и в нём пошёл, внутри этой системы человек, пошёл процесс поиска возможностей синхронизировать себя, сделать так, чтобы система правильно это воспринимала. И вот здесь мы подходим, наконец, к понятию внутренняя гармония тела нашего ребёнка. Потому что без этой внутренней гармонии синхронизация не произойдёт. А также не произойдёт синхронизация новых знаний, которые, как, ну, скажем, в виде таких осцилляционных осцилляторов будут поступать внутрь, и организм не сможет принять их. Он будет бунтовать. Это часто происходит. Дети бегут с уроков, они не хотят туда ходить. Они что? Они выражают свой протест против того, что как-то не так им даётся информация. Не уважают их или не учитывают их возможности, внутренние потребности и так далее. Итак, внутренняя гармония тела, к чему мы стремимся, чтобы так было на уроке или во время работы с книгой. Это синхронное протекание колебательных процессов в клетках, органах и системах организма. Мы действительно убедились в том, что биадекватные учебники, когда их берёшь в руки, и взрослые, и на самом деле, и ребёнок, это увлекает, вовлекает. И комфортное внутреннее состояние состояние клеточек, органов, тела приводит к такому состоянию тихой радости. И это очень продуктивное состояние. Я чуть позже покажу, в чём его продуктивность. Но бывает и противоположное состояние, когда человек находится или приходит к внутренней дисгармонии. Это очень часто происходит. Я вам просто на примере собственного сына могу рассказать. Это был десятый класс, это был предмет истории и очень жёсткий педагог, который надиктовывал детям тексты, которые следовало запоминать. А ребёнок чувственный, с образным мышлением, он не может много текста воспринимать. Это левое полушарие. Потому что его базовая функция это правополушарная, образная, чувственная работа. И, конечно, он приходил в состоянии внутренней дисгармонии, он протестовал, он не хотел идти на эти уроки и так далее. Но в результате того, что мы пришли к пониманию, что с ним происходит, десятый класс это возможно, и стали создавать красивые образы для материала, который давался неправильно, просто безграмотно учителю, мы пришли к тому, что ребёнок не только прекрасно сдал экзамен, отлично, но и поступил и закончил на исторический факультет университета. То есть не возникла ситуация протеста против предмета, а наоборот, на этом печальном опыте мы вышли, мы вырулили на правильный путь и нашли возможность самим рисовать красивые образы, чтобы понять ту или иную тему. В биадекватных учебниках, которые, собственно, создавались благодаря таким переживаниям за детей, вот уже предлагаются эти образы, рекомендательно предлагаются. И как мы говорили в прошлой передаче, дети сами, в каждом теме им предлагается создать свой образ, потому что он будет более гармоничен данному ребёнку, он будет более понятен данному ребёнку, потому что он выберет свой образ, который воспринимает его душа, глаза, его личный опыт. Так вот, вернёмся к неприятной ситуации. Что такое внутренняя дисгармония в учебном плане? Это несинхронное протекание колебательных процессов в клетках, органах, системах организма и в системе мозга, прежде всего, если мы имеем в виду учебную книгу. Поэтому и идёт речь о необходимости золотой пропорции, о необходимости не подавать в мозг ребёнка, по крайней мере, до 14, 15, 16 лет, массой дисгармоничных образов. И именно здесь кроется секрет болезненных состояний и даже трагических состояний наших детей, которые привязаны к крану, к играм, потому что деструктивные образы очень отрицательно влияют на психику и разрушают систему видения мира. Они разрушают, знаете, генетический природный код, ибо наш мозг, наши глаза, наше тело выстроено в пропорциях золотых сечений. И природа выстроена в пропорциях золотых сечений. И наша русская архитектура древняя выстроена в пропорциях золотых сечений. И когда мы это воспринимаем, нам комфортно, у нас нет дисгармонии. Но когда мы видим своими глазами и мозгом, мозг и глаза – это единый орган, и поэтому я так говорю, это тандем. Глаза – это мозг, вынесенный на периферию. Глаза – это часть мозга. И когда мы видим вот эту высоченную стеклянную железобетонную архитектуру, мы испытываем дисгармонию, потому что наша душа соотносит эти колоссальные пропорции, видит, простите, эти колоссальные пропорции между гигантскими зданиями, которые не может охватить глаз. И человеку становится некомфортно. Он чувствует себя маленьким, ненужным, ничтожным и так далее, и так далее. А рядом с, например, архитектурой древнерусской, с теремом, например, на городищах, мы почему-то успокаиваемся, нам комфортно. Когда мы попадаем в деревню, нам очень хорошо, потому что там здания, постройки, которые в большей части построены в пропорциях золотых сечений, они гармонично соотносятся нашим мозгом с тем, что называется золотая пропорция. Итак, мы с вами выяснили, что информация является, любой бит информационный является осциллятором, то есть точкой, которая возбуждает волновую динамику, будь то система мозг, нежная, водная практически среда, будь то мышцы, будь то жидкости нашего организма. Это очень важно. И вот здесь, конечно, я акцентирую ваше внимание, какую информацию мы должны давать, в каком возрасте, чтобы психика человека была способна переработать эту информацию. Известные хорошо вам кристаллы воды, исследование Масара и Мото. В случае, если даются плохие разрушительные сигналы, вот на желтом фоне вот эта вот безобразная масса и то же самое, та же самая вода в одном и том же источнике, когда она обработана прекрасными словами, молитвой, музыкой и так далее. Разрушаются мельчайшие водородные связи, если грубые сигналы воздействуют даже на воду. Ну, что значит «даже»? Это не озеро, это наша с вами вода. Она вот везде у нас, и мозг, и тело. Что рушится? А рушится, давайте формулу вспомним, H2O, вода, да? H2O. Так вот, H – водород. Соединяется в данном случае с кислородом, ну и со многими другими компонентами, с помощью слабых химических связей. Вот в случае грубых воздействий, крик, ругань, неприличные слова, резкие удары, безобразные образы, рушатся слабые химические связи. Вот эти водородные связи, химические, они являются фундаментальными в нашем организме, потому что на 70-80% мы состоим из воды. Чем больше негатива воспринимаем мы, естественно, тем активнее рушатся вот эти слабые связи. Я напомню вам, человек – это живая, открытая система, работающая на слабых взаимодействиях. Вот в случае грубых воздействий. Это очень важно сейчас соотнести слабые связи водородные и слабые взаимодействия. Подумайте, почему рушатся слабые химические связи. И, наконец, мы переходим к цифре 2. Мы рассмотрели тело, а теперь я хочу немножко больше поговорить о системе мозг, потому что здесь тоже волновые процессы, здесь те же осцилляторы, здесь приём информации именно благодаря тому, что волновые процессы и в теле, и в мозге мы можем взаимодействовать очень гармонично. Итак, мы должны вспомнить, что мозг работает с помощью разных волн. Это бывают дельта волны, в нижней части слайда смотрим. Это волны сна, тета волны, цифры указаны здесь, это дремота, альфа волны, это волны отдыха, бета волны, это активность, бодрость, это, по сути дела, весь наш день рабочий. И, наконец, гамма волны, это особое состояние интеграции, интеграция мозговых процессов. В этом состоянии происходят некоторые важные решения, происходят важные открытия. И, конечно же, мы должны с вами обратить внимание прежде всего на зеленый цвет здесь, альфа волны, которые нам чрезвычайно необходимы для отдыха. Какое это отношение имеет к биоадекватным учебникам? Биоадекватные учебники, которые построены на законах психики, они снимают в состояние стресса и предлагают учащимся работать в режиме альфа волны. Это очень продуктивное состояние. Оно чрезвычайно продуктивно, как это доказано и нейрофизиологами, и психологами. В этом состоянии объем запоминания наиболее могучий. Объем запоминания в альфа-ритме. Понимаете, вот в бета-состоянии, бета-волны выше красным, мы можем что-то делать, будь то спорт, организационная работа, приготовление пищи, уборка дома и так далее, но в это время нам некомфортно что-то запоминать. А вот если мы расслабимся, будем находиться в состоянии релаксации, отдыха, вот здесь идет максимальный процент запоминания. А что нам нужно, чтобы ребенок хорошо учился? Надо, чтобы он хорошо запоминал материал, естественно запоминал, не вдалбливали, чтобы мы эту информацию. Поэтому альфа-волны у нас очень важную роль играют в этих процессах. Идем дальше. То, что мы называем целостным мышлением, даю вам четкое определение, это совокупная работа двух полушарий головного мозга при опоре на все каналы восприятия информации. Вот этого вот при опоре вы не найдете ни в одной энциклопедии. Да и понятие целостное мышление мы впервые вводим в 1999 году в нашей монографии на сферное образование. Ну что ж, будем работать дальше. Модель целостной работы мозга вот примерно такая. Один асциллятор, конечно, условно один, их там огромное число в левом полушарии, другой асциллятор в правом. И, конечно же, когда оба полушария в равной мере нагружены, в равной мере задействованы, дает это хороший результат. Но посмотрите, как сейчас образ реки я вам предлагаю в качестве природной модели естественного поступления информации в систему мозга. Вот посмотрите, вся поступающая информация, она ближе к нам на экране желтым цветом. И вот она вдруг пошла по двум рукавам. Посмотрите, в левое полушарие часть уходит информации и в правое полушарие часть информации уходит. Теперь посмотрим, какая информация обрабатывается. Обрабатывается в левом. Какие работы, процессы совершать левое полушарие, это логическая обработка. Левый мозг расчленяет информацию на блоке, части, фрагменты. Констатирующая работа, то есть левый мозг констатирует это то-то, а это то-то. Нормирование здесь происходит, контроль здесь происходит. Здесь осуществляется узкоформатная работа. Что это значит? Вот сейчас вы разглядываете буковки, размеры, толщину букв и конфигурацию, вот это вот и есть узкоформатная работа. Аналитическая, вот то, что касается черно-белых оттенков изображения, контуров, вот это левое полушарие. Прагматическая, то есть мы жестко способны назначить какие-то цели, задачи, какую-то прагматику иную, это левое полушарие. Работа по сомнению, вот если человек много сомневается, это значит, что именно левое полушарие у него включается и работает много и так сказать, вот долго. Критикующая сторона нашей жизни, она тоже осуществляется в левом полушарии. Бытовые все вопросы практически здесь. И вот все это обрабатывается левым полушарием. А вот в правом полушарии, как вы видите, живут образы или, скажем, обрабатываются образы, краски, интуиция отсюда начинает функционировать, всякое творчество, поэзия, работа с красками, нюансами, не будь то музыкальными, цветовыми и так далее. Вся художественная работа, перспективная. Вот когда мы что-то планируем, это именно здесь. личностно ориентированная, когда мы хотим понять человека, сориентироваться на его личностные особенности, это здесь. Чувственность, это правое, фиксируется. Широко форматная, то есть умение увидеть проблему не в узких полосочках и очертаниях черно-белых, а широко посмотреть на проблему. Вот собственно это мы и делаем в ноосферных учебниках биоадекватных, когда предлагаем всю тему сразу увидеть в ее частях, а потом уже передать задачу левому полушарию и изучить по частям. Мифологическое, то есть умение мифологизировать, создавать образы, это делает правое полушарие. Религия та или иная здесь, так сказать, живет, условно говоря, здесь все эти вопросы переживаются, веротворческая обработка происходит именно в правом полушарии. И наконец в перспективе этой картины мы видим слово целостная обработка. Вот так устроена обработка информации у любого человека практически, если его мозг и тело здоровы. Вот это очень существенное, то есть нет органических повреждений. Вот что я имею виду в данном случае. Если мозг и тело не имеют органических повреждений, вот тогда осуществляется информационная обработка таким образом. Сначала в правое идет эта информация, и важно образно, широко воспринять, а затем отдельные части перетекают в левые полушарии, и здесь уже мы контролируем, нормируем, расчленяем и тому подобное. Все, о чем мы с вами здесь говорили. В совокупности это и есть целостная обработка. Но обратите внимание, закройте вашими руками вот все, что голубым написано. Ведь дело в том, что в обычных традиционных учебниках образность, интуитивность, поэтичность, красочность, нюансность, художественность, перспективность, чувственность, широкоформатность, мифологичность, религиозность не учитываются. Следовательно, правое полушарие как первая фундаментальная часть обработки информации отсутствует. Это создает искалеченную на выходе информацию, которой мы пользуемся. Итак, если обработка информации происходит правильно, то есть правое и левое совокупно, то дальше идет закон самоорганизации компонентов познания. То есть правильно, компоненты системы познания самоорганизуются посредством синхронизации с генетической и приобретенной энергоинформацией. Вот только представьте, что в нас живет та генетическая программа, которая ждет, когда придет нужная информация, чтобы обогатиться, раскрыться, и начинать действовать. И когда приходит эта долгожданная информация, вступает в работу закона самоорганизации компонентов познания. Вот так происходит в биадекватных учебниках. Когда ребенок видит генетически родную информацию, а мы используем образы древнерусских поселений, костюмов, музыкальных инструментов, лес, поле, река, цветы и так далее, возникает самоорганизация компонентов познания. Ребенок хочет еще узнать об этом. Он спрашивает родителей, учителей и так далее, и так далее. Но не всегда это происходит правильно. И вот посмотрите, река, которая движется на нас, вдруг встречает препятствие в виде такой плотины. Такая вот картинка здесь. Действительно, как двигаться к цели, если есть блокировка в поступлении или обработке информации? И вы знаете, эта блокировка может быть генетическая. То есть ребенок получил генетически например какой-то дефект, который не позволяет ему правильно обрабатывать информацию. Например, человек приобрел комплексы или увечья, которые не позволяют ему правильно обрабатывать информацию. Например, методика в школе при обучении используется та, которая отсекает всю правополушарную информацию. Знакомая картина? Я думаю. Или учебники, которые отсекают правополушарную функцию головного мозга, данную нам от природы. Иногда личность учителя слишком резкого, грубого, некультурного, всякое бывает. Иногда бывает ущербная система образования, которая в принципе не рассчитана на развитие личности вашего ребенка. Или внедряемые планы дебилизации населения, которые также создают вот такие плотины, как на этом образе. А сейчас мы смотрим такую анимацию, которая нам образно показывает работу левого полушария головного мозга ребенка. И как мы видим, левый мозг руководит правой частью тела, органами этой части тела. и если эта часть мозга загружена, то с великим трудом, с перегрузкой начинает работать эта часть тела нашего ребенка. 92% детей испытывают перегрузки от учебы в школе. Порой не могут просто брать, отбрасывают учебники, которые создают перегрузку. И это идет к развитию заболеваний, потому что вы сейчас отчетливо видите, что правый мозг не задействован или частично задействован, и он весьма слабо руководит или вообще не руководит противоположной частью тела нашего ребенка. Там идет недогрузка. Это очень похоже на ситуацию, когда вы едете на машине, но у вас правые колеса остановились, и вы пытаетесь ехать только на левых колесах. Не всякому понравится эта картина. так вот традиционные учебники и методика преподавания я называю способом учебы на основе деформированного пути поздания. но мы не знаем об этом. Нас я имею ввиду не только вас, уважаемые слушатели, я имею ввиду даже педагогов, нас как общество вот в этом времени, в этом пространстве не было таких предметов, которые могли бы разъяснить вот эти все детали, но сейчас нам удалось добраться до этих деталей, и мы демонстрируем вам, чтобы вы смогли понять, что развивается, если мы учимся только по традиционным учебникам. А сейчас более жесткая схема, но это тот же мозг, тот же мозг. Вот найдите мысленно голубые закрашенные части этой схемы. Посмотрите, наверное, ну, условно скажем, половина, половина этой картины на самом деле гораздо меньше, закрашена голубым цветом. Это означает, что вот при такой работе, как я только что показала с ребенком, при загрузке только левого полушария, головной мозг загружен наполовину. И вот все, что касается полноценной работы мозга, вот вы видите сейчас, что больше половины мозга просто бездействует. А мы знаем с вами, от неупотребления органы исчезают. От неупотребления органы исчезают. Посмотрите, сколько здесь белых квадратиков, которые просто не задействованы в такого рода работе. И если наш учебник ориентирован только на черно-белое восприятие с какими-то крошечными вкраплениями цвета, то он задействован вот на такую схему работы. И еще посмотрите в самую нижнюю часть этой схемы. Сложно, я вас в нее не погружаю. Это схема выдающихся ученых Лурия и Наталья Александровна Давыдовская, она наша современница, с которой мы сотрудничаем, врач, невролог и выдающийся совершенно человек, которая смогла увидеть взаимосвязь работы мозга, психики человека. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту схему, профессионально сделанную Натальей Александровной Давыдовской на основе схемы Лурия, вот найдите слово ретикулярная формация, такая длинная надпись внизу, над словом рецепторы. Сейчас я вам расскажу очень интересную вещь об этом. Вот смотрите, под ретикулярной формацией есть надписи зрения, слух, движение и поза, кинестетика, обоняние, вкус и еще в начале осязания вибрация. То есть практически в этих шести квадратиках выведены, обозначены условно каналы восприятия слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой и так далее информации. А стрелочки ведут к ретикулярной формации. Так вот, оказывается, ретикулярная формация – это первый орган головного мозга, в который поступают вот эти сигналы волновые, о которых мы толковали в начале. И в этой ретикулярной формации они уже начинают, то есть они уже приходят сюда и перерабатываются в виде электрических импульсов в ретикулярной формации. Кстати говоря, слово ретикулиум обозначает сеточка, можно говорить сетчатый орган. И вот напоминает он такой микрофон для выступлений с сеточкой наверху. Ну, конечно, уменьшенного размера. Так вот, ретикулярная формация – это тот орган, который стоит зарядить энергией, и именно ретикулярная формация питает энергией весь головной мозг. И если мы подключаем только зрение, а зрение не полностью, потому что цвет в традиционных учебниках, ёмкость картин отсутствует, мы подключаем слух и немножко движения, ну, то есть ученик на парте качается и трогает, например, свой учебник. Вот. В основном на уроке слуха и зрения вот так частично задействованы. И вот эти сигналы поступают, перерабатываются и дают некоторую часть энергии. И вот этой энергией надо напитать всё огромное, можно сказать, древо нашего мозга. А потом мы спрашиваем, почему он спит, дремлет, зевает на уроке. Ему энергии не хватает. Ему не дали попробовать, осизать, обонять, ему не дали подвигаться в связи с данной информацией, которую он изучает на уроке или в учебнике. Как вы понимаете, на этой картинке мы сразу видим, это называется фрагментарная загрузка головного мозга на традиционном уроке, добавляю, и при традиционном учебнике, это нарушает природный ход восприятия и обработки информации. Потому что вот белые зоны в этом случае, мёртвые зоны, дремлющие зоны. И через них не хватает энергии прорваться. А результат, он идёт вот в самую верхнюю часть рисунка, вы видите, кора больших полушарий и кора левая и правая полушария. Дотронитесь до своего лба. Вот здесь, вот где лоб, вот как раз за этой костью находится левая и правая полушария, где рождаются проекты, идеи, творчество. Но дойти до этих полушарий при традиционном учебнике, малопонятном, чёрно-белом, не цветном и не в пропорциях золотых сечений, энергии не хватает у наших учеников. Вот ещё раз картинка нецелостного мышления. Когда левая мы стараемся нагрузить, перегруженный осциллятор, а правая дремлет, недогруженно, это неадекватно природе человека. Оно не соответствует тому замыслу природы, как должна работать эта удивительная система головного мозга. Так формируется неадекватная личность в личностном, семейном, социальном плане. мы также можем видеть при очень сильной загрузке левого полушария, если люди прорвались и стали очень, как условно говоря, в кавычках успешными, то есть они умеют что-то делать, чего-то добиваться, но в основном их цели, задачи весьма не просто прагматичны, они хриоматической личностью становятся. А что такое хриоматическая личность? Это личность с гипертрофированной ориентацией на деньги и власть. Всё. Поэтому вот эта беда любви к золотому тельцу, к власти и неумение любить, дружить, наслаждаться природой и так далее, музыкой, всё это относится к характеристикам хриоматической личности. Термин идёт ещё от Аристотеля. Ну, вот такая разгрузочная картинка. Ребёнок устал и дремлет. Очень уж трудная книга. Посмотрите, ни одной картинки, чёрный-белый текст, левый мозг перегружен. В ноосферном образовании все процессы и учебники, пособия, мероприятия базируются на понимании законов гармонического восприятия информации. Когда от всех органов поступают сигналы, в виде осцилляторов отображены, и только в центре формируется полноценная картина того, что мы изучаем. И здесь, вот на этой картинке показано, как важно, чтобы ученик слышал, трогал, осизал, чтобы он попробовал, чтобы он включил обоняние и увидел, убираю, и увидел тот материал обобщённо, который ему необходимо изучить. Вот перед вами книжка моя, «Периодическая система общих законов познания и постижения». Всё, что я вам пытаюсь в популярной форме изложить, оно описано в виде законов в книге, которая сейчас перед вами. И когда мы создавали биодекватные учебники, то именно законы познания, которые на сегодняшний день очень плохо известны, они здесь описаны и изложены в виде большой системы в 64 клетки. Вот один из законов из этой книги. Посмотрите, это закон необходимости синхронизации элементов системы человека. Проще говоря, чтобы ты хорошо учился, ты и учебник должен синхронизировать со своими внутренними потребностями и урок и так далее. Все элементы системы человека интегрируются сами, сами, посредством волновых ритмодинамических процессов, достигающих единства взаимодействия путем их синхронизации. А для того, чтобы синхронизация была, базисом является та самая золотая пропорция, которая уже заложена в человеке, то есть красота. Красота природы. Вот почему природные образы должны быть в учебниках всегда. Красота человеческого облика, костюма, архитектуры, традиций. Вот что гармонизирует нашего ребенка. Что мы делаем в учебниках? Посмотрите, как мы этого достигаем. На прошлом занятии я вам говорила, что учебники традиционные работают только на третьем уровне, вот цифра три римской и на четвертом уровне. От вас требуется понять и выразить слово или там решить задачу. Ноосферные, то есть биадекватные учебники идут глубже. На первом этапе надо ощутить информацию, желательно включив максимум каналов восприятия. Дальше необходимо создать образ в правом полушарии. То есть посмотрите, первая ступенька относится к каналам восприятия, а вторая ступенька относится к правому полушарию, где создает сам ребенок образ. И только потом на третью ступеньку передается этот образ и начинается логический процесс расчленения, осмысления и так далее, и так далее. И только потом это выражено в правиле, в слове, в рассказе, в сочинении, в решении задачи и тому подобное. Вот схематически что мы называем целостным мышлением. Хотя здесь не само целостное мышление, а пути, которые мы предлагаем и делаем их такими красивыми в биоадекватных учебниках. И мы полагаем, что целостное мышление, которое заложено в каждую картинку, в каждый текст биоадекватного учебника, это естественный базис здорового интеллекта, нравственности и духовности. Управление и передача информации, в том числе генетической, осуществляется посредством волновых ритмодинамических резонансов, напомню, в теле и в системе мозга, с последующей их синхронизацией в общей системе человека. И вот мы с вами, вот помните, та самая антенна работает на законе ритмодинамических волновых резонансов. Вот посмотрите правильный процесс, который достигается благодаря биоадекватным учебникам. Когда правое полушарие видит красивые образы, левое полушарие обрабатывает детали, расчленяет информацию, расчленяет буковки, чтение, счёт и так далее, и так далее. И тогда оба полушария в равной мере нагружены, ребёнок не устаёт, и тело при этом не устаёт, потому что работает правильное управление этим телом из системы мозга. Мы же знаем, что мозг это система управления. Я называю это даже центр управления полётами нашими. ЦУП! Да. И все дети рождаются, если нет органических поражений, конечно, они владеют этим природным механизмом работать так, как вы видите сейчас. Они владеют природосообразным управлением телом. 8% деток в современной школе сохраняют этот природный дар, независимо от каких бы то ни было обстоятельств. То есть, помните, я вам говорила, 92% детки теряют это, а 8% это особый разговор, это разговор высочайших психотипов людей, которые являются двигателями прогресса, что называется. В ноосферном образовании мы испытываем потребность создать такие инструменты, в частности, учебники, методики, которые берегут и укрепляют естественные волновые процессы в системе человека. И у нас все воспитательные, образовательные мероприятия построены именно на этом принципе. Беречь волновые процессы природные это очень-очень важно. А вот теперь вы видите ту же схему, она полностью закрашена голубым цветом. Это происходит при взаимодействии с биадекватным учебником. Равномерная загруженность структур головного мозга в ходе урока или в общении с биадекватным учебником. Это генетически определено, это генетически создано, это генетически нам подарено, это величайший подарок природы Бога нам. Почему произошло здесь такое удивительное окрашивание или заполнение всех частей мозга? А посмотрите на ретикулярную формацию внизу. Посмотрите, мы включаем в работу не только слух, зрение, но и вкус и обоняние. Как? Как вы спросите? Когда мы рисуем красивое, сочное, смачное яблоко или ту же ромашку или что бы то ни было еще, то мы вызываем воспоминания о вкусе, обонянии, того же яблока, мы взываем к воспоминаниям об осязании, о вибрации прикосновения к этому яблоку, к этому колосу, к дереву и так далее. И мозг человеческий так устроен, что он хранит это воспоминание. И таким образом только лишь мы вводим вот эту прекрасную картину в золотых пропорциях, она тут же включает в человеке, в нашем ребенке, его личный опыт и наша ретикулярная формация наполняется энергией. И вот теперь у нее достаточно энергии, чтобы напитать все другие части нашего головного мозга. вот здесь я неслучайно вам показываю такую фигуру мощного атланта и рядом я расположила периодическую систему специальных законов здоровья сбережения и здоровья развития системы человек. Автором этой периодической системы является Лариса Ивановна Брайку, наш коллега, президент Академии, Крымской Академии на сферном образовании и науки. Да, огромное число, 64 группы законов здоровья соблюдаются в биоадекватных учебниках. Мы делали такую вот специальную прозрачную лист такой вот и через этот лист, где были размещены вот эти законы, мы рассматривали и биоадекватный урок, и биоадекватные учебники, какие соблюдаются законы. И оказалось, что соблюдаются все 64 группы законов в наших биоадекватных учебниках. Именно поэтому вот эту периодическую систему законов здоровья системы человек я рассматриваю как мощного атланта, который держит наш мир, педагогический мир, образовательный мир нашей системы образования. Ну и позвольте маленькое лирическое отступление. Столпы законов, как атланты держат мир, из века в век их роль необорима, и как бы человек не правил, пир, их божья функция неколебима. и вот перед вами условное изображение детектора истины. Что это? А это комплекс прямых и обратных волновых связей тела и мозга, которые резонансно взаимодействуя с душой составляют генетически вложенный в человека детектор истины. Как вы понимаете, у этого детектора истины нет особого местоположения. Он пронзает все клетки, все органы. И он способен воспринимать информацию, как мы с вами рассматривали, и передавать в противоположном направлении другим органам и самому сердцу эти сигналы. Детектор истины работает, ну, во-первых, он, естественно, создан и вложен в человека от природы, как мы говорим, генетически создан, генетически детерминирован, и назначение его индикация на соответствие высшей жизненной программе всех проявлений. человека. Речь идет о индивидуальной программе каждого человека. То есть, если вы совершаете нечто, что не соответствует вашей программе, вы внутренне чувствуете дискомфорт и желание уйти, отдалиться, изменить эту ситуацию. И наоборот, если вы чувствуете, что это близко вам, комфортно, вам очень хорошо, то вы понимаете, что это нужно вашей жизненной программе. Детекторы истины соотносят мысли и поступки человека, не только ощущения, с естественными законами мира, законами психики, законами здоровья, о которых я говорила, законами общества. И вот удивительно, как просто природа устроила результат вот этого исследования, этой детекции, дается в ощущениях, нравится, не нравится, приятно, неприятно. Мысль, действие, поступок, текст, учебник, человек. Понимаете, какая вещь здесь заложена? Здесь заложено то, что учебник нашему ребенку должен нравиться, и поэтому нельзя нарушать золотую пропорцию ни в картинке, ни в тексте, ни в перегрузке текстом, ни в передаче информации. Вот мы стремимся к тому, чтобы это было так. Детектор истины постоянно, то есть всю, да, все частно производит индикацию поведения человека и сравнивает его с высшей жизненной программой предназначением человека. А вот ментальная модель, модель вашего собственного, вашей собственной жизненной программы воплощена человеком в образе, который мы называем высший потенциал. Вот я вам сейчас даю практическое задание, которое вы выполните при желании после завершения нашей встречи. Запишите себе, вот можете ли вы нарисовать, а я вам предлагаю, нарисуйте образ вашего высшего потенциала. Что это значит? Это вы в своем наивысшем воплощении и физическое, и духовное, и нравственное, и целевое предназначение ваше должно быть выражено в этом образе. Попробуйте использовать краски, карандаши, фломастеры, создайте эту картину, и создать ее нужно так, чтобы она наилучшим образом чувствовалась вашей душой, как то, к чему вы хотите стремиться. но я даже уверена, что если сейчас вы закроете глаза, сделайте вдох и выдох, давайте еще один вдох и выдох, представьте пожалуйста, каким вам хотелось бы быть на самом деле в вашем высочайшем образе, когда вы любимы и любите, когда вы творческая личность и вы востребованы, когда вы друг или подруга, когда служите мощным центром социального роста и вы востребованы, когда ваши принципы вам хорошо известны и вы их любите и вы им следуете, когда вы в дружбе с природой и всем всем космосом и когда вы все это интегрируете, как вы выглядите, посмотрите на этот образ себя в высшем воплощении, поблагодарите этот образ за то, что он есть у вас и когда вам захочется, вы просто откроете глаза, а потом, когда мы завершим нашу работу, возможно, вам захочется нарисовать ваш образ, образ вашего высшего потенциала. Вот этот детектор, о котором мы говорим, детектор истины, он вам безусловно подскажет, когда вам очень приятно видеть свой такой облик, и не расчленяйте его на детали, наслаждайтесь на эмоциональном плане этим образом, а вот ученые дают научное объяснение вот этой синхронизации, когда вы находитесь в волновой гармонии с собой, миром, существуют такие законы пространства и времени, вот здесь буковки Л это пространство, конечно же Т это время, так вот когда и пространство и время взаимодействуют, а они взаимодействуют всегда, вот существуют такие законы симметрии этого пространства, и гравитационные, и полевые величины находятся в частотной и скоростной синхронизации, вот это возникает комфортное состояние, и вы можете почитать в частности, но только как физик, например, может это понять, это довольно трудные вещи, законы природы, или как работает пространство и время, а если вам вот такое эмоциональное мое объяснение не очень понятно, то я вам покажу модель, вот такую модель, простую модель генетического детектора истины, внизу на красном фоне частицы, которые еще не сформировали атом, атомы, которые сформировали свой атомный уровень, молекулы, которые формируются из атомов, далее клеточки, формирующиеся из молекул, далее микробиологический уровень следует, далее уровень органов нашего тела, далее все системы, как известно у нас много систем, например, кровеносная, пищеварительная, опорно-двигательная система, а дальше весь организм наш, темно-фиолетовый фон, далее у нас есть уровень нейронов нашего головного мозга и наконец уровень нашей души, который интегрирует все ниже расположенные уровни. Если иметь в виду уровень атомов, то вы еще из курса физики знаете вращение электрона по орбите разнообразная, внутреннюю часть протона, который притягивает электроны, вот эта картина красивая, она очень жестокая, потому что если не будет притяжения между протоном и электроном, этой картины просто не будет, электрон не будет вращаться вот так и создавать вот эту частицу и вот этот жесткий порядок действует только так, он задает весь порядок дальнейшего детектора истины нашего тела. Представляете, где начинается этот жесткий порядок? Притягиваясь друг к другу, частицы образуют такие и только такие атомы. Это норма их функционирования. Понимаете, норма, норма. Если будет другая норма, там будет другое. В этой норме заключен их норов. Вот они двигаются так, с такой скоростью, под таким орбитом. Норов, нрав. Это, конечно, человеческое наименование, но нам оно будет очень полезно. На самом деле, мы можем здесь даже говорить о нравственности, как о принципе естественного бытия атома, того или иного. А теперь посмотрим уровень молекул. Я вам показывала модель только что. Вот мы выше поднимаемся. Молекулярный уровень подчинен порядку тех атомов, из которых он сложен. А там жесткий порядок. Вот посмотрите на снежинку. Вот только снежинка. Понимаете? Потому что здесь вот так это устроено. Потому что здесь такие атомы. Нормы абсолютно обязательны. Этот порядок их образования в данном случае, этих молекул, волновые резонансы только такие, он строг и не рушил. И в этом смысле норма взаимодействия их там внутри себя абсолютно жесток. Вот такая нравственность молекулярная. вот эти работы Мотамасару они выявили молекулярный уровень основы жизни. А у нас сколько воды мы помним? Бескомпромиссно жесток. Молекулы воды в различных водных источниках они имеют там разные особенности и так далее. И у нас у каждого есть эти свои особенности. Совокупность законов нормы молекулы то есть это ее нравственность как мы говорим немножко одухотворяем ее это единственное условие ее бытия. Не будет этой нормы она рассыпается она разваливается. Если нарушается молекулярная структурно-функциональная нравственность как обязательная норма рушится молекула. Известная нам клеточка подчиняется первичной той норме взаимодействия потому что там все жестко детерминировано образуется и функционирует клетка под воздействием этих норм вышеназванных ее норма вибраций это интегрированная сумма того уровня доатомов уровня атомов и наконец уровня молекул и вот хрупкий мир клетки он существует только благодаря слабым химическим связям вот эти H2O вот эти связи H слабыми называются водородные связи повторно я вам называю и поскольку человек состоит в значительной мере из воды то связи с водородом или водорода с другими элементами есть слабые химические водородные связи мы с вами знаем что медики при серьезных заболеваниях решают прежде всего вопрос затронут клеточный уровень болезнью например или нет если он затронут то излечение не затронут то излечение возможно а если болезнь проникла на клеточный уровень то это ведет к смерти всего организма нравственность это закон клеточного благополучия пятый уровень нашего детектора почему я говорю о детекторе истинной смотрите норма 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 мы поднялись уже до пятого уровня господи какие же здесь нормы это микробиологический уровень о чем я говорю вот условная клетка а на ней сидят или вот точечками отображены условно конечно бактерии на одной мембране примерно 100 бактерий среди них особую роль играют бифидобактерии лактобактерии на каждой клеточке вот они являются информационными такими антенками радиостанциями и если эти 100 бактерий живут хорошо это означает что клеточка правильно вибрирует функционирует то есть у нее внутри все хорошо стоит заболеть клетки как вот эти бактерии начинают гибнуть и отпадать от нее и на их место приходят вредоносные бактерии которые заставляют клетку жить по другим законам неадекватно несообразно ее предназначение клетка начинает страдать итак здесь на охране ритмов и динамики клеточки вибрации клеточки стоит примерно 100 лактобактерий вот примерно так они выглядят и когда хорошие волновые процессы в нашей клеточке неважно печень сердце легкие там и так далее им очень хорошо и они говорят да вот нас тут 100 штук на каждой клетке на мембранке и значит все в порядке а нарушение гармонии в клеточке ведет к гибели лактобактерий они не переносят низких вибраций вот почему после громкой музыки после громких шумных концертов дискотек рогани и так далее человек чувствует себя плохо гибнут лактобактерии они не переносят грубую вибрации и начинают там поселяться вредоносные бактерии они способны жить при низких частотах то есть бактерии вот эти лактобактерии они играют роль связующих радиостанций и они сообщают другим клеткам и всему организму о нарушениях норм функционирования по сути лактобактерии это пограничники или хранители нашей нравственности если хотите вот полный микробный газон то есть все нужные бактерии складываются у ребенка к концу первого года жизни и конечно же лактобактерии дают прежде всего молоко матери почему надо кормить ребенка как можно дольше эти микроорганизмы вырабатывают лактазу это такой фермент который переваривает молочный сахар лактозу ребенок когда принимает материнское молоко получает информацию о любви матери о заботе о нем мать поскольку мать главная вселенная ребенка он получает информацию о сохранении оптимума поведения посредством кормления мать приучает ребенка гармоничным взаимодействием гармоничному взаимодействию с окружающим миром а на биохимическом уровне у ребенка закрепляются стереотипы поведения мышления и поэтому мы говорим впитал с молоком матери и вот поэтому так важно с первых книг ребенку давать красивые гармоничные образы в золотых пропорциях вернемся к лактобактериям они конечно положительно влияют на кишечную палочку вырабатывают витамин помогают вырабатывать витамин группы В и конечно именно эти процессы являются регуляторами первичных психических процессов у нас известно что 85% заключенных в тюрьмах Америки США точнее не вскармливались грудью матери они получали искусственное питание и естественно у них нет набора микрофлоры то есть лактобактерий они страдают дисбактериозом их естественный детектор истины уже нарушен он не был выстроен полностью и они с детства капризны грубы требовательны и впоследствии они не получают навыков социального поведения и способны к совершению антисоциальных поступков потребности таких людей весьма низкие часто видите ли лактобактериальный дисбактериоз является в значительной мере причиной этого лактобактерия это производитель витаминов группы В мы уже говорили и центральная нервная система сердечно-сосудистая от этого в значительной мере зависит конечно же поскольку лактобактерия улавливает наши вибрации клеточные вибрации и реагирует на них своей жизнью или смертью это очень важный момент вот смотрите здесь кроется истина а именно высшая мудрость жизни это радость вот посмотрите как мы от вибрации лактобактерий которая хранит правильные вибрации мягко переходим к биадекватному учебнику вы посмотрите наша задача как создатели учебников педагогов родители дарить радость то есть дарить высшую мудрость и это нужно как лекала нужно при дальнейшей работе при выкраивании там я не знаю платья выстраивании зданий вот это есть лекала радость есть лекала как должно быть в жизни поэтому нам всегда нужно удерживать не просто наше сознание я в данном случае говорю о сознании родителя учителя и учить надо ребенка удерживать сознание в состоянии высшей радости и благодарения миру природе Богу а вот потеря лактобактерий ведет к очень тяжелому процессу это делать трудно потом с такими детками у которых не сложилась вот эта часть детектора истины у них есть всегда сомнения а правильно это или неправильно и мы их часто видим просто по внешним проявлениям и конечно же потеря лактобактерий ведет к появлению там радиостанции сил деградации то есть плохие бактерии вот так тесно связаны внутренние процессы и нравственность дружественные нам бактерии называются анаэробными и своей жизнью они стоят на страже нашей нравственности нравственность глубока наконец мы переходим к органам вот у нас были клеточки лактобактерий и наконец возник орган будь то печень сердце и так далее он формируется из однородных клеток то есть там единая примерно вибрация синхронная единая вибрация каждый орган кстати сегодня может быть замерен в своих ритмах и они известны вот эти ритмодинамические колебания они поддерживают жизнедеятельность той или иной группы клеток органа и мы называем их просто вибрациями для простоты современный уровень медицинской техники фиксирует эти специфические вибрации того или иного органа но возвращаемся к учебникам вот понимаете какая вещь почему дети не хотят учиться потому что они изнемогают они не понимают что происходит внутри почему те или иные органы страдают все начинается просто с нежелания потом происходит убийство клеток простите лактобактерий на оболочках клеток потом возникает заболевание а мы родители педагоги мы просто не знаем что мы творим когда мы принуждаем понуждаем наших детей что-то заучивать зазубривать и мы считаем что если написан традиционный учебник и в нем есть все правила изложенные буквами значит уже ничего и не надо надо просто запоминать понимаете мы очень сами безграмотны в отношении многих процессов восприятия информации и вот рядышком фрагменты из учебника третьего или пятого класса я сейчас забыла но серый ну чуть-чуть синенького чуть-чуть красненького это не решает проблемы ребенку скучно потом ему тяжело потом он страдает и у нас по центральным городам России фиксировалось 198 заболеваний уже хронических на 100 выпускников я не говорю о временных таких заболеваниях острых вот вы представьте сейчас выпускной класс или там три в школе 100 детей выпускники у них уже в совокупности 198 ну почти 200 заболеваний которые они понесут в своей жизни и это происходит как раз от неправильного преподавания от тех перегрузок и от той деструктивной работы головного мозга о которой мы говорили с вами выше так вот извините уровень органов детектора истины это биоритмический процесс жизни правильно идут процессы биоритмические того или иного органа или нет и орган реагирует на отклонение от нормы от нормы то есть от нравственности здесь и вопрос а нравственно ли мы подаем информацию в учебнике учитываем ли мы вот эту природу ребенка у которого есть генетически определенный путь восприятия информации а мы по своему произволу убираем ступень восприятия ступень создания им ребенком образа вряд ли это можно назвать нравственным длительное пребывание человека вот в таком состоянии когда он вынужден несообразно природе воспринимать информацию из учебника или в школе это ведь неадекватно его внутреннему миру это приводит к спрессовыванию разрушительной информации образуется такой ком простите непереваренной информации или такой колоссальный ком недовольства и ненависти к тому что я не понимаю я не могу это понять я лузер я не такой как все и вот это живет в ребенке вот это вот спрессованная информация и орган сжимается у кого тот или иной орган у кого-то легкие более слабые у кого-то сердце у кого-то почки и так далее так формируется болезнь это начало болезни и огромное число болезней происходит от нарушения норм жизни и преподавания от нарушения норм нравственности в процессе преподавания и в производстве учебников вот меня поражают вот эти учебники давайте вслушаемся это конечно так симпатично названы незнайкины задачи незнайкины вопросы но вот просто давайте почитаем на кочке сидели 4 лягушонка лягушки одна прыгнула в воду сколько лягушек прыгнуло в воду да мама купила 5 пачек соли 2 съели за обедом сколько осталось или вот последнее на ветке сидели на ветке сидели 5 рыбок на ветке рыбки сидели прилетели еще 2 рыбки сколько стало рыба даже если это не знайка и даже если детям предлагается найти ошибки это приводит к тому что возникает ситуация раздвоения ребенка и если бы мы вот посмотрели на приборах биорезонансных они вот созданы для лечения органов мы бы четко зафиксировали изменение биоритмов любого органа который бы нас интересовал даже под воздействием вот такой нелепой информации который мы вот немножко соприкоснулись итак седьмой уровень детектора истины это негармоничное реагирование той или иной системы органов человека итог сбоя в работе духовно-клеточного детектора истины я уже видите его называют духовно-клеточным то есть мы клеточки все посмотрели органы посмотрели целая система возникла например пищеварительная как на нашей картинке эта система реакция системное нарушение норм нравственности или нравственной жизни мы можем наблюдать во внешнем виде человека болезненным например его поведение например деструктивным неадекватным или в его самопрезентации вот реакции пищеварительной двигательной нервной системы не могут ускользнуть от нашего взгляда вот еще обращаю ваше внимание к традиционным учебником которые приводят к сбою работы органов прежде всего органа зрения я упомянула сегодня что глаз мозг это единая система глаза это мозг вынесенный на периферию мозг глаза наше тело каждая клетка выстроена в пропорциях золотого сечения у нас даже количество колбочек и палочек в зрительном органе в зрительной зоне находятся в соотношении золотых пропорций потому что они воспринимают цвет формы и так далее очертания и их даже количество в золотых пропорциях дала нам природа что я вижу вот в этом учебнике множество мелких картинок мой глаз начинает бегать от одной к другой я не знаю какой порядок мне предлагается и постепенно если так весь учебник построен то мы учимся не сосредотачиваться на смыслах и на порядке и второе что здесь явно бросается в глаза это образы мультипликационные использованы они не гармоничны и созданы без учета золотых пропорций но именно на восприятие золотых пропорций нацелена наша система глаз-мозг и видя вот такие мультипликационные образы с огромными головами там непропорциональными ушами глазами если это давать в учебниках в учебниках мы ведь заранее говорим что это норма учебник это норма и мне представляется что вот эти образы мультипликационные они же так примерно до 60-х 70-х годов прошлого века они не вводились в учебники там были реалистичные образы природы человека и так далее мне представляется что попытки увлечь детей привели к тому что стали вводить вот эти самые мультипликационные образы но если в учебнике учебник это норма учебник учит воспринимать мир и если это не происходит значит учебник учит воспринимать другой мир некоторый искусственный мир и так далее вот почему принципиальное отличие биоадекватных учебников состоит в том что мы не используем мультипликационных органов простите образов и мы не используем такого обилия мелких образов даже природных на одной страничке это раз сосредотачивает внимание заставляет глаз бегать это заставляет страдать систему глаз мозг и этого делать просто нельзя наконец мы поднимаемся на восьмой уровень детектора истины это организменный уровень то есть весь организм как совокупность систем органов вплоть до клеток и атомов это восьмой уровень детектора истины если все хорошо то наша система наш организм здоров энергичен и может совершать чудеса и так далее этот уровень интегрирует все рассмотренные высшие конечно же уровни детектора но традиционные учебники мы сами из практики знаем они истощают организм ученика от урока к уроку от предмета к предмету от домашнего задания к домашнему заданию дети болеют цифру я вам назвала 100 учеников Москвы Питера 198 заболеваний органических уже и так девятый уровень детектора по сути дела ну скажем так мозговое осмысление истины что ж получается если по какой-то причине наши ощущения полученные организмом неадекватно восприняли информацию например нам не дали информацию представить осизать обонять и так далее у нас сюда придет часть информации то есть не вся и мы вынуждены будем в системе мозга обрабатывать часть информации посмотрите как хорошо давно сказал Тит Лукреа Цикар если чувства неистинные то весь наш разум окажется ложным то есть он нам выдаст неправильный результат обработки информации а если же информация ощущение получаемый организм адекватно воспринимается и обрабатывается без искажений то есть согласно правильному ходу информации в нашей системе а возникающие на этой основе чувства истинны то наш разум никогда не окажется ложным более того этот разум уже не обмануть не обхитрить не обвести не обмешурить не объегорить не лишить истинной информации и собственного я мы помним что рождение волновой картины мысленного образа в системе мозг происходит в результате взаимодействия осцилляторов в центре формируется тот полный образ который нам нужен чтобы память была хорошая чтобы учились наши дети хорошо и вот этот мысленный образ который формируется в центре в нем есть все чувства есть все ощущения и вкус и цвет и запах и так далее и это волновой аналог образа реальности но если происходит нарушение мы уже повторно смотрим например левое перегружено а правое не догружено то возникают сбои и в запоминании и в здоровье а вот если наш мозг посмотрите красный осциллятор в правом полушарии проникает негативный негативная информация если такое происходит это очень серьезное нарушение в данном случае какой пример грубое слово правое полушарие эмоциональная структура грубая картинка в учебнике некрасивая картинка в учебнике то есть та которая не соответствует золотой пропорции в которой работает наш глаз и мозг это очень серьезное нарушение и с этой точки зрения традиционные учебники хотя бы этом не говорят они очень сильно влияют на наш мозг и создает очень много препятствий к дальнейшей работе по изучению материала ну вот пример вот посмотрите синонимы это близкие по значению но различные по звучанию слова например добрый и злой ну во первых это очень грубая ошибка в данном случае показаны антонимы добрый и злой но обратите внимание на эти уродливые образы это мультипликационные образы сами по себе неправильно некрасиво исполненные и они преподносятся в тетрадях в учебниках они вполне легко войдут как образцы такого очень грубого в правое полушарие головного мозга это может запомниться надолго и что еще хуже приснится результат вот посмотрите кстати вот еще вот где обезьяны это тоже рисунок из учебника обществоведения очень грубо исполненный рисунок черно-белый он только для левого полушария и так далее а вот результат эта девочка нарисовала там 9 или 10 класс ненавижу учиться и рисунок который отображает и грубость и того хуже и наконец 10 уровень душевный уровень нашего детектора истины из чего мы исходим вот давайте посмотрим действительно ибо какая польза человеку если он приобретет весь мир ну скажем все знания а душе своей повредит понятно что это гораздо более высокий уровень и он является 10 в детекторе истины он идентифицирует новую информацию с генетическими потребностями индивида именно душа определяет что мое и что не мое что чуждо что вредоносно что разрушительно традиционные учебники не затрагивают душу ребенка в позитивном плане они формируют отчужденность от знаний ощущение ненужности учебы ненужности жизни ребенка это самая страшная беда итак резонансное взаимодействие тела мозга и души добавлю на всех 10 уровнях которые мы рассмотрели составляют природный детектор истины пользоваться природным детектором истины можно только тогда когда он в порядке в случае если он не в порядке мы получаем искаженные сигналы и человек не в силах различить истину и ложь он делает неправильные выборы он создает неадекватные планы для себя неадекватные проекты это создает скажем так несчастье его жизни мы приводим пример реальных работ учащихся когда уже на уровне пятого класса это московские школьники школу я не буду называть мы проводили там работу детям было предложено создать свой собственный образ каким я хочу быть в будущем и мы видим весьма агрессивные изображения как правило дети видят себя с оружием с сундуками или мешками с изображением доллара черепа таких рисунков очень много и не только мальчики но и девочки это говорит о многом их незащищенности их ужасы перед миром потерянности отсутствие любви именно поэтому наверное учебники должны нести еще больше добра усилить поток добра и обучение этих деток видеть себя адекватно в этом мире какие же существуют трудности в работе природного детектора истины ну вы понимаете прежде всего средства массовой информации идеологические службы все это загрузило человека отрицательной информации и человек у которого сбит этот детектор истины он начинает теряться недружественная микрофлора на мембранах клеток она убивает позитивно тонкочастотную информацию человек еще больше путается что есть добро что есть зло что допустимо что недопустимо в жизни отрицательная информация управляет выборами создает неправильные цели установки людей она путает человека в его базовых ценностях сеет в его голове хаос лишает истинной опоры делает его слабым больным и управляемым это происходит вопреки желанию человека человек не замечает он говорит я как все тяжелейший якорь деструктивный вредоносный разрушительный губительной негативной информации он практически бросается в глубины человеческого организма его души не позволяет личности идти истинным курсом своей жизни это изломанных жизней судеб людей и целых поколений и вот здесь я предлагаю вам сделать следующее упражнение когда вы сможете сосредоточиться сейчас вы уже это поняли вы уже без моего предложения вы уже вспомнили один два то и три таких тяжелых якоря которые вы несете по жизни или вы даже проследили что есть у ваших деток уже в качестве якоря в душе очень полезно написать какие три может быть пять тяжелых якорей мешают вам эффективно двигаться вперед в школе ребенок подвержен очень тяжелой тяжелому воздействию педагогов которые сами того не ведая нарушают законы познания тела и психики и конечно это небезопасно для их здоровья природный детектор истины разрушается он не будет работать гармонично а энергия будет тратиться на восстановление и сопротивление обстоятельствам и ребенок болея физически и психически не сможет наращивать свой высший энергетический потенциал слава богу есть школы педагоги где воспитание адекватно законам психики познания и ребенок укрепляет тренирует свой природный детектор истины и конечно с помощью его он будет воплощать высший потенциал своей личности в жизни позже вот этот потенциал личного детектора истины то есть крепкий сильный потенциал умение отличать добро от зла умение отличить ту информацию которая тебе нужна от той которая вредоносна вот ее надо обязательно стараться воспитывать не только в себе но и учить этому детей потому что этот позитив умение отличать добро и зло наращивается при целеустремленной работе над собой иногда иногда это очень трудно адекватное восприятие и познание это конечно же чудо это желанный идеал это норма на самом деле это происходит потому что соблюдаются законы психики человека законы образования и воспитания человека и то что касается учебников и книг вообще это вот как раз законы энергии образования этот закон изложен в периодической системе законов образования которую мы издали в 2009 году посмотрите какой мощный закон биологически адекватные всеобщим законом мира энергии образования не нарушают биоритмов человеческого организма обеспечивая единый безграничный процесс воспитания познания избережения здоровья наращивание личностного потенциала в ходе жизни мастит дорогу выстраивает дорогу к нравственному возрождению современного человека и соответственно общества каждый должен соответствовать ритму чистых и только тогда продуктивных эмоций ибо невозможно познать полноту глубины мира оставаясь узником расстроенных эмоций я показываю вам периодическую систему законов психики человека система имеет 64 клетки так же как и предыдущая система здоровья законов здоровья Наталья Владимировна Антоненко доктор психологических наук открыла эту периодическую систему в 2007 году вы знаете это национальное достояние России это надо изучать это надо прикладывать в каждом акте воспитания и образования и к счастью мы делали множество наших учебников уже имея эту периодическую систему и вкладывая в каждый образ в каждый текст понимание знания законов психики человека и наконец четвертая цифра я вам обещала всего четыре цифры сейчас мы быстро завершаем понятие естественной безопасности человека вы уже понимаете что эта безопасность кроется в безопасности в частности биоритмов которые о которых мы говорили сегодня достаточно долго что же такое естественная безопасность человека это сохранение естественно генетических биоритмов тела мозга души интеллекта под управлением духа потенциально естественная безопасность это сохранение естественно генетических биоритмов тела мозга души интеллекта под управлением духа в неопределенных обстоятельствах и в отдалённом будущем. Вот ведь понимаете, какая удивительная вещь. Можно пройти программу школьную или даже университетскую и выйти и попасть в неопределённые обстоятельства, например, на производстве, и растеряться, и ощутить себя беспомощным, ненужным, в состоянии опасности. Или пройдёт какое-то время, и в каком-то неопределённом, отдалённом будущем мы вдруг почувствуем, что наши знания устарели, и мы больше ничего не умеем, и мы не нужны. О какой же безопасности тут можно говорить? Так вот, задача и образования, и учебников, почему я подчёркиваю отдельно учебников, мы знаем, что учебник может попасть в самый отдалённый уголок нашей страны, где нет подготовленного учителя. И биадекватные учебники создаются таким образом, что даже сам ребёнок может работать с этими учебниками, так, чтобы происходила гармонизация его души, тела, мозга. Потому что там заложены природные пропорции, природные биоритмы. И, конечно же, если ребёнок учится по биадекватным учебникам, где не нарушаются биоритмы, его биоритмы, он укрепляет их изо дня в день, и он обретает эту потенциальную, то есть на будущее, естественную безопасность, которая сумеет пользоваться в своей жизни. Но, конечно, вы мне скажете, это идеальная картина. Да, да. И поэтому мы должны рассмотреть ситуацию внедрения вредоносного осциллятора, неважно, в систему человека, неважно, где мы его тут красным изобразили. Вот, оказывается, биологически адекватные законы мира энергии познания, то есть правильное познание, скажем так, не нарушают биоритмов системы мира и обеспечивают безграничный единый процесс познания. Речь идёт о том, что если выстроена правильно подача и обработка информации в учебниках, в уроке, то человек абсолютно естественным образом по замыслу природы и Бога сам укрепляется физически, душевно, духовно, нравственно, эмоционально. И это проверено уже за 25 лет нашей работы на колоссальном количестве примеров. У нас был такой замечательный, удивительный опыт в Бурятии, в Агинском национальном, тогда округе, сейчас это просто посёлок Агинское, где 150 учащихся 5-6 классов учились с использованием наших учебников и методики. Параллельно в этой же школе этот же педагог преподавал по традиционным учебникам и используя традиционную методику. Удивительно, из Читы пригласили врача независимого, который завёл карты на всех деток. И в сентябре провели первое обследование, а в мае месяце, в конце учебного года, следующее обследование. Снова приехал этот врач. И он обнаружил 12 систем жизнеобеспечения детей в том классе, где использовались наши учебники, всего лишь на двух предметах. Резко повышены показатели улучшения. Улучшение произошло. Резко повышены показатели положительной работы органов. 12 систем жизнеобеспечения. Это пример вот той синхронизации, которая происходит за счёт того, что правильно подаётся информация. И система работает гармонично, а не дисгармонично, когда ей надо препоны преодолевать, что-то достраивать и так далее. Таким образом, биоадекватные учебники работают в соответствии с законом биоадекватности познания. То есть познавать надо так, как предусмотрено природой, развивая свои способности и возможности. Итак, завершаем наше общение некоторыми правилами, которые нужно соблюдать, чтобы потенциальная естественная безопасность ребёнка возрастала. Первое правило. Укреплять природные биоритмы, активности и отдыха. Надо научить этому ребёнку объяснить важность этого, полюбить режим дня, что может быть проще. Если же нарушение происходит, надо всё же постараться объяснить ребёнку перспективу этих нарушений. Правило номер два. Надо овладеть навыками опознавание вредоносной, разрушительной энергоинформации и научить этому ребёнка. У меня лично был опыт, когда мне пришлось, воспитывая двух сыновей, практически на шесть лет исключить из семьи телевизор. Телевизор, да. Потому что другим способом в той ситуации не удавалось показать детям, как надо правильно пользоваться вот этими приборами, которые несут самую разную информацию. Надо обязательно научить детей пользоваться правильно телефонами и другими гаджетами. Надо выключать телевизор и компьютер, игры, если идут жестокие какие-то сцены, если идёт очень тяжёлая информация. Если мы взрослые, это может быть и переносим, то дети очень страдают, там скапливаются мощные блоки, там неправильно работает клетка, там неправильно начинает работать орган. Надо уметь сказать, это разрушает тебя или это вредоносная информация. Видите в обиход своей семьи понятие вредоносной, она просто приносит вред. Разрушительной это просто тебя разрушает. Это надо об этом говорить и научить этому ребёнка. Третье правило. Надо обладать навыками саморегуляции собственными биоритмами. А именно, это очень просто. Ведь наши органы тела работают в звуковом диапазоне. Надо ввести упражнение «любимая, спокойная, спокойная музыка». Она может звучать часами в вашем доме или в вашей комнате. Надо понять, каков ритм жизни в вашей семье и стараться, чтобы спокойная музыка звучала не только для вас спокойно, прежде всего, для вашего ребёнка. И, конечно, важно соблюдать правило номер четыре. Надо научить ребёнка пребывать в течение дня в состоянии релаксации ежедневно. То есть не перегружаться, а давать себе минуты или даже часы отдыха. Это не только сон. Это для младших школьников. Но релаксация это продуктивное состояние для синхронизации информации, когда мы можем просто лежать, мечтать, сидеть в кресле, слушать спокойную музыку. То есть пребывание в альфа-ритме, спокойный отдых, спокойная беседа и так далее. Это очень важно. И, кстати говоря, во время обучения мы часто используем это продуктивное состояние и в методике биоадекватное. Мы часто этому учим наших педагогов и родителей, которые приходят к нам на семинар. Мы учим правильные релаксации и для себя, и для детей, и для семьи, и для школьников. Это очень важно. Потому что если мы этим не владеем, то состояние наших клеток в организме может находиться в дисгармоничном состоянии. И, наконец, пятое, завершающее правило следует закону творчества. Прочту вам еще один закон из книги, на который я ссылаюсь. Творчество возникает и динамически развивается посредством индивидуальной самоорганизации воплощения творческого идеала. Для потенциальной естественной безопасности ребенку необходим идеал творчества. Возможно, это мама, папа, бабушка, дедушка. Возможно, это киногерой, но обязательно положительный. Надо научить ребенка воплощать свои творческие замыслы, свои творческие идеалы и постоянно двигаться в этом направлении. Это очень мощный фактор для усиления потенциальной естественной безопасности. И, наконец, я завершаю наш семинар приглашением вас на семинар «Целостное мышление», семинар с погружением, где мы многие вещи изучаем, что касается целостного мышления, работы по синхронизации, а также мы обучаем процессам трансформации негативных состояний в позитивные. Этот семинар пройдет 3-9 января, вот скоро очень, и набор группы завершается вот по этому адресу. Я думаю, что это очень большая и глубокая тема будет полезна вам в любом фрагменте, который вам удалось услышать или осознать. Позже придет осознание и понимание многих фрагментов, которые, может быть, пока что перегрузили вас в этом нашем таком общении, в этой лекции или в семинаре. но я убеждена, что биоадекватные учебники вас заинтересовали, и вы будете глубже понимать их смысл, назначение, и вы сумеете близким, друзьям, родным рассказать, а зачем надо менять, собственно говоря, парадигму учебника, взгляд на учебники, почему надо требовать ни обы каких, ни каких-нибудь, которые утверждены о правильных, честных и адекватных природе ребенка учебников в нашей системе образования. Я завершила свой материал, и, возможно, есть вопросы. Хорошо, благодарю. Вопросы, конечно, есть, и после небольшой обивочки мы приступим к их рассмотрению.